Дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители, в последние годы в наших российских школах и школах Тульской области произошло очень много хороших, добрых перемен. Огромное слово благодарности губернатору Тульской области, руководителям Тульской области за их внимание к школе. И, конечно же, я сегодня в первую очередь хочу поздравить наших первоклассников, которые пришли в первый класс, в школу знаний, в страну знаний. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые педагоги, уважаемые родители, дорогие ребята, сегодня 1 сентября. И в Тульской области более 122 тысяч ребят идут в школу. И если выпускников у нас будет 6,5 тысяч, то в первый класс идёт 13,5 тысяч первоклассников. А через 5 лет их придёт нам в первый класс уже 15,5 тысяч. Я хочу, чтобы вы просто помнили, как непросто было в нашей стране в начале и середине 90-х годов, и как много делает президент России Владимир Путин, Федеральное собрание Российской Федерации для того, чтобы появилась вера. Вера. Вера в себя. Вера в свою семью. Вера в свою родину. Это, наверное, основные слова, которые каждый из нас впитывает с молоком матери. С праздником вас, дорогие ребята! Сегодня образование является главным приоритетом политики государства. Это не слова. Реально сегодня очевидны те изменения, которые происходят в российской школе. Государство прилагает все усилия, выделяя необходимые ресурсы для того, чтобы образование в школах было современным, качественным, чтобы готовили нашу молодёжь уже готовой к новой жизни, новым вызовам времени, чтобы они были подготовлены к тем задачам, которые стоят перед страной. Утверждена стратегия развития образования до 2020 года, принят новый закон об образовании. И, на мой взгляд, сегодня нужно сосредоточиться на мониторинге того, как реализуются те основополагающие документы, которые уже приняты были в сфере образования. Что получается, что не получается, что нужно донастроить. Но в целом все базовые, основные документы для развития российского образования, они уже государством приняты. Второе – это престиж профессии учителя. Очень многое сделано для этого и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Майские указы президента, которые обязали поднять зарплату учителей до средней по регионам, свидетельство и подтверждение заботы государства об учителях, но не только это. И что касается майских указов, то президент лично мониторит эту ситуацию, создана специальная комиссия при президенте, которая следит за исполнением майских указов, Совет Федерации, сенаторы в своих регионах. Мы также отслеживаем ситуацию в регионах, и я могу сказать, что те дорожные карты, которые были согласованы по каждому субъекту федерации по повышению заработной платы работников образования, они выполняются в срок и даже с опережением. Готовность у наших школ стопроцентная, все школы получили соответствующие допуски, лицензии до начала учебного года. Хочу еще раз поблагодарить президента Владимира Путина и Федеральное собрание за ту поддержку, которую мы ощущаем последние три года. Мы практически полностью решили вопрос по доставке ребят в сельской территории школьными автобусами, и сегодня у нас этой проблемы нет. Почти 600 наших школьных и дошкольных учреждений были приведены в порядок, и действительно вот этот такой объем, он был прорывный. Полностью перейти на односменную систему образования нашей средней школы. Тоже дорожная карта у нас подготовлена, мы четко понимаем, как этот вопрос решать, и уже в этом году начинаем проектировать несколько школ, и дальше будем входить в федеральную программу.